Здравствуйте, Светлана Юрьевна. Если говорить о Невском международном экологическом конгрессе, вас как для губернатора, что это значит? Что это за события и какие последствия вы ожидаете? Ну, первое, это очень важное событие. Мы начинали этот конгресс давно, как Валентина Ивановна сказала. Я еще была зампредом Совета Федерации. Тогда в мире уже была альтернативная экономика, новые виды топлива, энергоэффективная экономика. В России еще многого этого не было. Прошли годы, теперь я губернатор области, я понимаю, насколько это важно. Вот, к примеру, энергоэффективная экономика, энергоэффективность. Мы осветили 10 территорий области. А что такое освещение? Освещение – это тогда другой образ жизни. Вот я сказал, в Суздале появился уже ночной маршрут, ночной Суздаль. А там гастрономическая карта. Процесс пошел. Кто остался на ночной Суздаль, потом еще на два дня остаются в Суздале. Потому что так понравилось? Да, конечно. Потом рост малого и среднего бизнеса. Теперь зеленая экономика. Ну вот что такое наше предприятие РЭМ-нанотех? Это предприятие, которое поставляет свою продукцию в 37 стран мира. Это мембраны по очистке воды. Все, в любой ситуации. В зараженной территории эти мембраны. А что такое очистка воды? Это здоровье. Это экология. Теперь сохранение экологии. Я вот за неимением времени не успела сказать. У нас полно акций. Дети с 3-4 класса. Очистка рек, очистка водоемов, очистка прудов в городах. То есть с самого раннего детства приучаете уже к чистоте. Сохранители птиц, к примеру, зимой в холод приходят с родителями, вывешивают кормушки. Они знают о новейших технологиях. Или, к примеру, наш завод Дегтярева пошел в концессию и очищает все стоки 140-тысячного города. Но когда бы ты это подумал? Завод Волгобас, который мы будем сдавать в сентябре, в первую очередь, автобусы, грузовики на газомоторном топливе. Это чистейшее топливо. И, естественно, улучшается чистота воздуха. Глубокая переработка леса. Я не случайно об этом сказала. Это проблема по всей России. Вырубается леса под жучок. Люди, кому нужен лес, толком получить не могут. Получают в отдаленных местах. Теневая экономика. Загружают пилорамы. Пилорамы не платят деньги. А самое главное, нарушается природа. Уходят животные. Страдают люди. Почему я сказала министру, что надо на это обратить самое серьезное внимание? Ну, куда годится? 40% леса мира у нас, а мы книги печатаем в Китае. У нас нет даже ни одной фабрики по рынку меломанной бумаги. Поэтому мы сейчас пошли на глубокую переработку леса. И это важный фактор. До каждой щепы, понимаете, щепа используется. По энергоэффективности мы заменили котельные. У нас же 18 котельных, которые используют и щепу, и торфяные пилеты. А так как у нас 9 миллионов тонн торфа, то мы сейчас уже вот одну из котельных, да даже не одну, а 4 сделали на торфе. Один человек ее обслуживает. Для маленького района Меленки экономия 8 миллионов. Они могут на социалку отправить, на повышение заработной платы и так далее. Не считая переработка мусора важнейшая. Но здесь очень важно, вот я за неимением времени не успела договорить, что нужно, чтобы это было как по фонду капитального ремонта, где государство регулировали ряд вопросов. Потому что частник приходит, ему нужны объемы. Объемы, больше его ничего не интересует, да. А качественная переработка, сжигание, то, что говорит Иванов, получение энергетики, ну это же тариф. Это другая индустрия. Но тариф это же население, поэтому... А это уже социально назначимое. Да, да, как я и сказала, да, поэтому здесь должны быть равные правила игры. Бизнес не ради бизнеса, а бизнес с частного государственным партнерством ради улучшения, ни в коем случае не повышения тарифа для населения. А вам вот на оригинальном уровне достаточно полномочий для решения этих задач? То, что вы рассказываете, у меня такое впечатление, что у вас все с точки зрения законодательства и полномочий достаточно. Мы сейчас столкнулись. Во-первых, рынок мусора это криминальный. Это серьезный рынок. Очень много у нас отходов захоронено неправильно и не по стандартам. И незаконно. И незаконно. Почему и речь идет о глубокой переработке этих отходов. Для нас сейчас это важно. Мы нитку стали делать, мы стали из бутки и тылки делать ткани. Мы сегодня глубоко многие вещи перерабатываем и новые производства создаются. Понимаете, да? Что такое зеленая экономика? Создаются же новые производства. Мы сегодня говорим о кризисе. Вот у нас, к примеру, рост промышленного производства за первый квартал 103,1. Рост инвестиций 104. На экспорт 10,6. Подоходный налог на первом месте, потому что растет малый и средний бизнес. Понимаете, да? Поэтому это целая экономика. Вон Гонконг, извиняюсь на отходах, делают целую экономику. Так и мы. Почему и Сергей Борисович говорит об этом? Что нужно делать так, чтобы мы получали в том числе щебень, камень, электроэнергию, перерабатывали все отходы, потому что многие отходы тысячелетиями не сгниют. И мы должны беречь свою планету. Поэтому, считая, вот сегодня многие говорили о воде, была федеральная программа «Вода», теперь ее нет. Это очень плохо, она должна быть, потому что вода – это важнейший фактор. Очень много территорий России, особенно сельских, которые сами водоводы не поднимут никакие. Вот мы финансируем программу у себя в регионе. Сельские поселения, старосты, небольшие территории. Мы чуть-чуть добавляем. В общей сложности по области это немного, 2,5 миллиона. Но жители тоже собирают. Кому нужен колодец, кому водовод. Но очень много сейчас делаем по программе социального развития села. И вот, слава Богу, что эта программа работает. Светлана Юрьевна, большое вам спасибо за интервью, что вы нашли в своем плотном графике и нам чуть-чуть время. Всех вам благ. Главное – это результат, у вас он есть. Поэтому всего самого наилучшего. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok